добрый день дорогие друзья вчера днем у меня случился инфаркт микарда вот такой рубец случился он по следующему поводу позавчера закончил работу с одной из батарей и так как вчера у меня был выходной приехал после обеда звоню клиенту вернее позавчера закончил работу замерил батарейку показатели неплохие принципе батарея готова но закончил работу под вечер поэтому не стал звонить клиенту под конец рабочего дня и вчера приехал после обеда звоню клиенту приезжай приезжает клиент делаю замеры и конвей показывает что батарея мертвая что могло произойти у меня вся жизнь как говорится перед глазами пролетела честно говоря такого не было чтобы на утро при показателях при отличных показателях ну давайте все по порядку сейчас мы видим вот такую батарейку 132 960 ампер давайте сделаем замер конвей пишет проверьте соединение так соединение у нас в порядке но конвей работать не хочет а вчера при замере той батареи он показал что батарея замкнутая 10 8 вольт там 15 или 20 не помню уже какие показатели были ампер пускового тока бешеное сопротивление все батарея умерла слава богу есть у меня еще другие тестеры я начал сомневаться что батарея умерла и решил перемерить давайте замерим этим тестером вот эту нашу батарейку с батареи закончил работать стоит уже наверное неделю клиент не едет попросил срочно сделать клемму и батарейка была полностью разряжена батарея по работам типичная история когда клиент приезжает не своевременно и не во время и вообще поздно так 960 ампер здесь соединение нормально как видим ну батарея отличная батарея отлично прослабленная нсц 1266 но у этой батареи будет саморазряд так как не и привезли абсолютно сухой абсолютно сухой потому как я не смог замерить даже плотность батарея была высушена перезарядом перезаряд был вследствие того что вторая батарея была подоткнутая совсем из другой оперы из оперы иван сусанин а это батарейка из евгений онегин поэтому она и выкипела так ну и что как говорится как здесь подкрался незаметно и наш конвей показал признаки неисправности примерно такие же симптомы были у меня когда я делал вот в этом месте вот эту проводку но здесь вроде все отлично поэтому решил посмотреть я уже смотрел возможные причины возможные неисправности соединениях и давайте вот вытаскиваем и вот мы видим что здесь вот соединение крокодила провод у нас перекручен очень сильно перекручен и возможно где-то здесь возможно где-то с эту здесь здесь я уже выкрутил ее на место у у нас произошел честь следствие перекруто обрыв поэтому сейчас буду отпаивать проводку что там у нас проводку или про коньяк будем отпаивать вот эту проводочку и искать место обрыва так то вроде все пропаяна но я думаю что с этим могут столкнуться все владельцы вот этих приборов тестеров для проверки аккумуляторов так ну что сейчас разберу посмотрю о блять чуть новый не разобрал посмотрю состояние состояние вот этой проводки и продолжим нашу запись друзья так ну вот здесь вот язычки такие они одеваются кстати не было бы счастье да несчастье помогло надо будет что-то с этим язычком нам сделать чтобы он не давал возможности перекручиваться проводам и дабы не было обрывов но здесь у нас ели пили все нормально все пропаяна припаяна обосрались все буквально вот в этом месте как видим вот он обрыв обрыв произошел здесь на месте пайки кстати вот это вот клемм вот этот крокодил я уже делал как видите здесь пружинка уже не родная ломалась вот эта пружина ну здесь совсем другая этого это пружина у меня пожестче то в принципе одинаковая жесткость жесткость тот тоже с какого-то крокодила уже не помню чего но нужно отдать должному этому трудяге я не знаю сколько он замеров сделал за свою трудовую деятельность если в среднем посчитать 20-30 замеров в день но это в среднем бывает и больше бывает меньше умножьте на сколько четыре или пять лет у меня четыре с лишним года но столько замерщиков мы с ним провели и у меня такое ощущение что когда я уезжаю домой он продолжает работу продолжает лазить по аккумулятором делать замеры потому что когда я приезжаю утром постоянно я его ищу он не там где как мне казалось я его положу скорее всего ночь по ночам сам по себе лазит и проверяет по привычки так ну что сейчас нам надо будет запаяться и будем делать проверку это у меня стоит дырявый аккумулятор который решил повоевать с карусоном и битву проиграл чем-то клиент замазал то ли дыровом то ли стимуровом то ли каким-то холодной или теплой сваркой блять сейчас сливаю электролит это все никакой клей держаться на поле пропиление не будет поэтому друзья бесполезно только пайка пришлось его просверлить чтобы слить электролит но это так слова чтобы ролик короткий не получился так ну что паяльник зубы и паяем произвел пайку припаялся постарался как можно плотнее сделать обжимку обжал вот эти вот этим язычком по хорошему желательно конечно сделать небольшой небольшую ванночку из пластилина и залить вот это место двухкомпонентным клеем сегодня делайте я этого не буду здесь также обжал поплотнее ну что будем проводить испытания и так мы на месте и и давайте будем проверять батарейку так 960 ампер ну как видим все чих пых все отлично результатом я доволен не знаю как вы но надеюсь что данный ролик будет кому-то полезен и кого-то избавит от очередного инфаркта миккарда вот с таким рубцом что друзья хочу пожелать всем добра удачи благополучия здоровья и успеха в вашей работе самое главное берегите свои батарейки всем пока